Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в студии Клоуна Нафталина, Молодец и Витамина, редактор элитного интернета издания Lady and Gentleman, страница позитив, шик, это Жанета Симоненко. Конечно же, вы ее узнали. Привет, Жанета! Здравствуйте, Валерия! Сегодня вы пришли не случайно, вы пришли в нескольких статусах. Статус моей подруги, статус редактора и самый такой интригующий статус, это статус участницы конкурса «Звезда рождественского благотворительного бала». Скажите, пожалуйста, вы готовы к бою? Всегда готова. Так, вы придумали какие-то фишки. Чем вы хотите взять всех? Все, я так понимаю, все голоса вы решили или... Валерия, я, конечно, не могу сказать, как Шурочка, что, ой, главное участие, это дело принципа взять корону. Поэтому есть, конечно, свои фишки. Это музыкальный конкурс. Это... Я очень люблю юмор. Я его признаю, когда другие шутят. И там тоже есть свои нюансы, которые я бы хотела сделать, пару заготовок. И танцевальный конкурс обязательно. Угу, ясно. Ну, вот у вас есть возможность обратиться к своим соперницам, к участницам конкурса «Звезда рождественского благотворительного бала». И можно их либо вот морально так снизить их возможности победить, либо у вас есть какой-то другой подход. Обращение Жанеты Симоненко к своим соперницам. Дорогие девочки, я хочу сказать, что у нас основная миссия – нести людям добро, помочь в связи с тем, что этот балл в честь Алекса. То есть мы поможем Алексу и поможем очень многим. Или это у меня дежурный вопрос просто? А вот я не скажу. Ага, вот так вот. Жанета секретничает, но я точно знаю, что она уже готовится к конкурсу, готовится очень серьезно. Ну, все, что делает Жанета, это серьезно. Кстати, а что вы делаете, кроме того, что вы редактор, что вы участвуете в конкурсе, вот в жизни? Людям интересно, кто эти участницы, откуда они взялись, чем они занимаются в остальное время. Верочка, дорогая, скажем так, что несколько ипостасей, да? Я Жанета как мама, у меня трое деток. Я Жанета как... А сколько самому старшему? Я знаю, у вас есть близнецы и старший сын. Не будем уточнять. Не будем уточнять, он уже взрослый мальчик. Ага. Вот. И... Мальчик, мужчина. Мужчина? Даже так? После 18 уже мужчина, правильно? Да, я поняла вас. Так. Вот. Значит, вторая ипостась, это, скажем так, что у нас с мужем есть совместный бизнес. Ага. И я коуч по позитивным изменениям в жизни. Это лайф-коучинг. То есть это... Лайф-коучинг, что это такое вообще? Лайф-коучинг, это жизненный коучинг. Это жизнь, тренерство жизни, скажем так, да? То есть, вот, например, у нас сейчас с вами есть одна цель, провести благотворительный бал. Провести рождественский благотворительный бал на на таком уровне и на таком дыхании, самом первом, чтобы все-таки поднять его до национального уровня. И в следующем году, чтобы это уже стало традицией, и в следующие года уже. И мы смогли помочь как можно больше детям и семьям с больными мышечной дистрофией Дюшена. Вот я как коуч, например, чем могу помочь? Я задаю правильные вопросы. Скажите, Валерия, вот на сегодняшний день, что еще не хватает, чтобы этот бал прошел просто на ура? Вот что еще надо? Что добавить? Масштаба. У меня 100 приглашений, 500 желающих попасть на этот праздник. У Алекса очень много друзей, и у меня тоже, мы очень рады этому. И все замечательно. Вот сейчас, я думаю, если бы у меня было бы миллион долларов, я бы закрыла все улицы Киженева, и везде бы поставила столы, артистов, везде сцены, и мы бы гуляли в национальном масштабе таком, на фестивале. Ну, хорошо. Тогда второй вопрос. А что мешает провести такой праздник? Ну, я же объяснила, миллиона долларов мне не хватает. Миллион долларов, это как бы, это говорит о масштабе, да? Да. А если мы начнем понемножку, да? Ну, например, вот на сегодняшний день, на этот праздник, 100 тысяч хватит? 100 тысяч? Нормально. Ваш бизнес позволяет такой щедрый подарок? Нет, мы говорим о том, что мы бы хотели взять где-то ресурсы, да? А в чем наши ресурсы? Уважаемые спонсоры, я вас очень прошу, вот давайте будем, не будем толкать меня в объятия коуч-тренера, а соберемся с ресурсами и устроим серьезный фуршет. Вот это было бы здорово. Жанетта, скажи мне, пожалуйста, а какое занятие больше удовольствия ты от чего получаешь? Честно говоря, я домоседка. Странно услышать. Да, на самом деле так оно и есть. Все, кто как бы меня так прямо хорошо не знают, они думают, что я, как называется это? Интроверт. Интровертка, да? Да, и я действительно очень люблю праздники. Ну, в меру. В меру, в меру, все в меру. Пять минут это норма. Пришел? Это вот. То есть на самом деле я люблю дома быть с детьми, заниматься с ними, играть с ними. Я очень люблю заниматься с людьми, проводить коуч-сессии, потому что это сначала было не как профессия. Но сейчас мне с каждым разом это все больше и больше нравится, потому что когда видишь, что у человека действительно результат, и он идет... Вы вдохновляете, вы вдохновляете. Да. И он становится из негатива, выходит в позитив. Это прямо вот душа начинает радоваться. Жанетта, вы меня тоже вдохновляете. Я каждый раз, когда вот вижу вас, вижу таких редакторов, тоже Сережа Кульчицкий сейчас приехать на съемки. И как только вижу, мне хочется, потому что такая команда позитивная, веселая. Мне хочется все больше и больше. Я сама вдохновляюсь, вдохновляюсь от вас, и происходит, что хочется делать новые проекты, делать что-то интересное. И на самом деле очень благодарна всем тем, которые рядом с нами, именно тем позитивным людям, которые настолько... Потому что я могу каждого характеризовать, каждого редактора каким-то емким словом. Вот я могу сказать, Жанетта какая добрая? Потому что Жанетта именно добрая. Она хочет помочь всем вокруг, всем людям. Все, что происходит, все, что прикасается, это какая-то частичка добра, которую вот Жанетта пытается отдать для Вселенной, чтобы Вселенной было все лучше. Спасибо, Валерия. Да, ну, видя... Ну, значит, вы так меня видите, да. Мне это приятно. Да, мне очень приятно. И страничка называется «Позитив шик», и я не удивилась этому. Жанетта, вот на Рождественском балу, если бы вы не участвовали, вот и вам пришлось бы какой-то карнавальный костюм. Вот давайте пофантазируем. Какую роль бы вы себе выбрали? Как раз недавно проходила тест, и там прямо вышло, что вы идеальный шут. Да? Но шут — это хорошо, это человек, который раньше... Был умнее даже царя, а не короля. Он хотел сказать правду любому человеку и доносил до всех слоёв, до самых высших и до самых низших, скажем так, истину, да. Истину, причём добрую, потому что можно с сарказмом сказать... А он именно с техом, с юмором и с позитивом. Так что... Ну что же, так вы хотите корону или нет? Давайте только честно. Ой, честно, очень-очень хочу. Но это дело принципа. В общем, дорогие друзья, вы нас услышали. У меня нет лично любимчиков, но вот Жанета хочет корону. Ну что я могу поделать? Те, которые будут голосовать в зале, они это учтут, я очень надеюсь. Вы можете обратиться к ним. Дорогие друзья, у нас будет 10, да, конкурсантов? Да. Я призываю вас проголосовать от души. То есть я не призываю прям, давайте, голосуйте за меня, я оправдаю все ваши ожидания. Я постараюсь оправдать все ваши ожидания. Вот такой хитрый дипломатический ход у Жанета. Спасибо, Жанета, и спасибо вам, друзья, что вы с нами. Всего доброго.